Очередное заседание Думы городского округа прошло 27 июня в администрации города. Депутаты рассмотрели порядка 16 вопросов, в том числе вопрос об увеличении числа мест дошкольных детских учреждений в 2013 году. На очередное заседание Думы депутаты городского округа прибыли в составе 19 человек. Вера Тагунова и Денис Зуйко вошли в состав депутатского корпуса. Сергей Терентьев открыл заседание с поздравлением. Также глава объявил о том, что наш городской округ занял первое место в Приморском крае в рейтинге по уровню лояльности населения городской власти по двум позициям. Это оценка деятельности Думы и работы главы городского округа. Закрытый город – одна из немногих территорий Приморского края, где положительных оценок больше, чем в целях. Поэтому я на основании этой информации благодарю вас за работу, за то, что эта оценка, она независимая, мы ее не заказывали. Я хочу вас поблагодарить. Это как раз оценка населения о том, что занимаемся делом. То есть не выясняем, кто главный, кто не главный, а занимаемся делом. Я считаю, что эта оценка у нас как аванс для нашей будущей деятельности. Ну а за сдержанность, корректность, терпение, всех благодарю. На заседание Думы было вынесено 16 вопросов. Депутаты утвердили повестку дня с включением вопроса о программе социально-экономического развития округа на 2013-2017 годы. Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение Думы о бюджете городского округа на 2013 год с учетом поправок, рекомендованных принятию в целом. Депутаты утвердили правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа. По вопросу о методике расчета арендной платы за пользование земельными участками были внесены изменения. Ставка по арендной плате, по словам Сергея Терентьева, должна быть приемлемая, но не дармовая во избежание спекуляции с земельными объектами. Также принято решение о том, что в поселке Дунай будет работать специалист по делам несовершеннолетних и, желательно, из местных жителей. Утверждено положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры. Работникам культуры будут увеличены стимулирующие выплаты. Утвержден персональный состав постоянных депутатских комиссий. Решением избирательной комиссии были замечены вакантные депутатские мандаты Зуйковым Денисом Вячеславовичем и Тагуновой Верой Михайловной. Данными депутатами были написаны заявления о включении их в состав постоянных депутатских комиссий. По вопросу о долгосрочной целевой программе привлечения специалистов в сферу образования городского округа депутатам доложил заместитель главы администрации Дмитрий Ганшин. Как меры поддержки мы предлагаем это выделение педагогическим работникам, молодым специалистам, на которые будут приходить в наше образовательное учреждение, муниципального служебного жилья. Всего за время исполнения программы предполагается, мы предлагаем выделить 4 квартиры по годам в 2013 году, до 5 квартир, в 2014, в 2014, в 2015, в 2015. Оказание материальной поддержки – это разовая выплата, общая сумма которой составит 6,8 млн. из расчета 200,000 на вопрос специалистов. По вопросам условно разрешенного использования земельных участков и об изменении вида разрешенного использования будут назначены публичные слушания. Увеличение числа мест в школьных учреждениях – одна из основных задач в работе городских властей. Для нашего городского округа создание оперативно в течение апреля, май, июня, в течение трех месяцев, 80 мест. И эти места уже не гипотетические, а Роспотребнадзор принял, группы сформированы, значит, воспитатели, младший персонал есть. Это огромное событие для нашего городского округа. Это и целевое использование бюджетных средств, и эффективность использования бюджетных средств, и социальная обстановка в городском округе. Поэтому, если не возражаете, от имени Думы выражу благодарность главе администрации и администрации за оперативно проделанную работу. Дума городского округа поручила администрации разработать проект реконструкции помещения библиотеки ДОП по адресу улицы Усатова, 22, под дополнительной группой детского сада номер 12, а также поддержать инициативу граждан по формированию частных детских садов и оказать содействие в подборе помещения по улице Карла Маркса для этих целей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.